МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера в Украине на Интере подробности. Каким был этот день, узнаем от наших корреспондентов. В студии Наталья Белышева. Смотрите выпуски. Ночь. Инкассаторская машина, гранатомет. Две засады, четыре трупа. Версия ограбления. Огонь в жовтне. Кто и ради чего поджег культовый киевский кинотеатр? Из бронспойта по мозгам в Британии заработал Раши Тудей. Детективная история, сюжет достойный Голливуда. Инкассаторская машина, погоня, гранатометы четверо погибших. И все это на границе Полтавской и Днепропетровской областей. Где деньги и, главное, кто автор этого сценария? Подробнее Наталья Грищенко. Двенадцать ночи. Киевская трасса. Фольксваген-транспортер везет из Киева в Днепропетровск очень крупную сумму денег. Беспрепятственно доезжает до села Брочи на Полтавской области. И там начинается стрельба. Скорее всего, огонь открыли из-за деревьев. Увидев, что инкассаторский бус продолжил движение, нападающие пустились в погоню. Гнались за микроавтобусом около шести километров, не прекращая стрельбу. Уже в Днепропетровской области, возле села Лешковка, машина загорелась и остановилась. Единственные, кто мог рассказать хоть что-то, сотрудники придорожного кафе. В салоне машины находились двое инкассаторов коммерческого банка и двое сотрудников службы госохраны. Один из охранников успел позвонить руководству и сказать, что в них стреляли. Потом связь оборвалась. Первая важная деталь. Как выяснили эксперты, обстреливали банковское авто не из простого оружия, а ручного гранатомета. Предположительно, РПГ-18 или РПГ-26. Возле автомобиля обнаружено тело водителя. И в салоне автомобиля, автомобиль «Фольксваген», транспортер, еще три тела. Погибшим от 20 до 40. Они пытались отстреливаться, но спастись шансов не было. В какой-то момент взрывной волной выбило задние двери. За ними был первый сейф с инструментами. Валютные ценности и ценные бумаги грузятся в середину, во второй сейф, в середину салона. В салон они не смогли попасть. Деньги остались на месте. Точную сумму, которую перевозили инкассаторы, ни банк, ни служба охраны не называют. По неофициальной информации речь идет о 12 миллионах гривен. И вот тут-то возникают вопросы. Почему микроавтобус такой крупной суммы банк отправляет в ночь? И уж если отправляет, то почему без машин сопровождения? Да и как нападавшие могли узнать время выезда и точный маршрут инкассаторского буса? На сайте банка произошедшим ни слова. По телефону слушающие отвечают лаконично. Главный офис банка в Днепропетровске. Это не крупное финучреждение. Филиалы всего в четырех областных центрах. Да и о собственниках мало что известно. Несколько лет назад банк выкупили три человека с одинаковой фамилией. Похоже, родственники. Эксперты финансового рынка теряются в догадках. И советуют. В ночное время, в то время, когда производилась инкассация, лучше бы этого не делать. Время было очень мало на то, чтобы пришла подмога. Был применен гранатомет. Против гранатомета может защитить только лишь броня автомобиля. Судя по всему, эта броня не рассчитана на гранатомет. Версии выдвигаются разные. От банального ограбления случайной инкассаторской машины до инсценировки грабежа. Что произошло на самом деле, удастся узнать, лишь когда поймают нападавших. Версии говорят, что подозреваемые уже есть. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов, телеканал Интер, Днепропетровская область. Выходка гомофобов или замаскированная расчистка земельного участка? Самый старый и культовый кинотеатр столицы «Жовтынь». Кто его поджог и с какой целью, узнавал Максим Кошелев. Главной фишкой кинотеатра «Жовтынь» всегда было нестандартное, не массовое кино. Вот и вчерашним вечером в рамках фестиваля «Молодость» в большом зале показывали ленту, посвященную ЛГБТ-тематике. В зале «Погасвет» начался фильм. Людей было немного, человек 40. И десь через хвилин 15, через початку, людина, яка сидела десь в нижних рядах, ну где, тяжко зрозуміти, шовфильм, мы смотрели фильм, кинула фаер, который пролетел нас над головой и просто упал за мною. И в 14 лет началась пожежа, все моментально начало гореть кресло. Сначала даже никто не понял, что произошло. Там вот в окошке в зале уже полыхал пожар, а здесь в будке киномеханика еще вовсю работали вот эти вот проекторы. Огонь поднялся между сидений и очень быстро разгорелся, буквально доставал уже сразу через несколько секунд до потолка. Пожарные приехали быстро. Минут через 10 огонь тушили уже несколько расчетов. Но полностью загасить его удалось спустя 11 часов. Никто не пострадал, зрители сами выводили людей из других залов. А вот здание лишилось потолка и кровли, огнем уничтожено оборудование и большой экран. Все уцелевшее залито водой. Многие киевляне уверены, самый старый в городе кинотеатр сожгли ради лакомого кусочка земли на Подоле. Раньше выжить кино из этих стен пытались много раз. Особенно за часы в Черновецком постойно був тиск на администрацию. С тем, чтобы вытурить его святы и сделать там что-нибудь типа казино, ресторан, или вообще снести и побудовать какие-нибудь хмарочоски. Высотки вокруг и правда строятся. Но директор «Жовтня» Людмила Горделадзе, которая многие годы отстаивала кинотеатр, уверена, на этот раз дело не в бизнес-интересах. У меня остается только эта версия, что это протест против евроинтеграции в таком векторе. Однако киевляне в эту версию не очень верят. На завтра созывают митинг возле горгосадминистрации, а в интернете призывают всем миром скинуться на восстановление кинотеатра. Руководство города успокаивает. «Жовтень» был застрахован. Это поможет отстроить его заново. И только для кино. Я уверен в том, что кинотеатр должен остаться в коммунальной властности, наложить громаду. И без изменения профиля должен дальше работать, как кинотеатр. Возродится ли «Жовтень» из пепла и не отдадут ли его место под строительство? Это теперь вопрос чести для властей города. Мэр дал слово. Максим Кошлев, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал «Интер». Политический пассианс продолжают раскладывать и сегодня. Кого в какие кресла сажают, как тасуют фамилии, кому достанутся объедки с коалиционного стола. За всем этим следит Екатерина Лысенко. Страсти поутихли, но коалициада продолжается. Правда, сегодня ни в блоке Порошенко, ни в Народном фронте так громко не кричат, кто же должен формировать коалицию. Документы обсуждают. Блок Петра Порошенко даже общественность позвал. Та просит главного уйти от квот. О чем договорились? Политики молчат. Хотя версий уже несколько. По одной из них Яценюк будет формировать правительство под себя. Назначать всех министров, но и отвечать за реформы сам. А кресло спикера парламента предложат Владимиру Гросьману, действующему вице-премьеру. Есть и другая версия с фамилиями и иным принципом. На должность спикера парламента рассматривают несколько кандидатур от блока Петра Порошенко. Среди них Юрий Луценко и Владимир Гросьман. Впрочем, последний может снова сесть и в кресло вице-премьера. Министерство здравоохранения могут отдать Ольге Богомолец, Минэкономике Виктору Пинзенеку, Министерство соцполитики Павлу Розенко, Минобразование Сергею Квиту. Народный фронт хочет руководить такими ведомствами. В Министерстве финансов, возможно, будет Андрей Пышный, нынешний глава счетбанка. Министерство юстиции оставят за Павлом Петренко, а Минсоцполитики Людмила Денисовой. Правда, один из списка все отрицает. Павел Розенко, нынешний нардеп-ударовец, пишет «Все ложь, никуда он не идет». В вылке Петра Порошенко намекают, кандидатов тасуют, как колоду. Одних и тех же видят в нескольких креслах. «Ви уже назвали кандидатуру Гройсмана, крім того, я зрозуміло, що претендую на цю посаду і Арсенія Петровича Синюк. Також, безумовно, зрозуміло, що є декілька кандидатур на посаду спікера парламенту. Так що, але давайте ми просто не будемо забігати наперед». «Уроки всі вивчені, всіма сторонами. Тому ніякої війни, ніякої коаліціади до останнього депутата не буде». «Очовно одне, що якщо буде прем'єр від Народного фронту, то спікер буде від блогу Петра Порошенка. Тобто тут, як кажуть, двох випадків бути не може. Для Народного фронту і для Синюкка на сьогоднішній момент найголовніший прем'єрський портфель. Якщо він збереже прем'єрський, то всім іншим Народний фронт, по ідеї, може пожертвувати». Впрочем, є кресло, которое отдавать не хочеться. Кто возглавит Министерство внутренних дел? За це особые торги. Народний фронт откровенно заявив, що його интересує Синовий блок. Але, з другой стороны, президент віддати Синовий блок просто так не може. Можуть з'явитися комбати. Тобто, якщо і далі, скажімо так, проблеми політичні, економічні, соціальні будуть усугубляться, може бути з'явлення людська з ружчем, матроса-железняка, який скажет, корову встал, господа, прошу освободити поміщення. І в цих условіях віддавати на сторону Синовий ресурс, ну, по меншій мере, і со сторони президента було б неразумно. Кроме того, долго розыгрывать будуть кресла министра енергетики і все економічні, фінансові кабінети і силові структуры, те, які влияють на політичний пасьянс в країні. В Народному фронту тишина. Іздання Кабміна не використовують для презентаций. І не кажуть, де і кого предлагають. В Батьківщині сообщили, а коаліція говорили. Лаконично констатували, все прошло конструктивно. Другі ждуть, коли їх позовут за стол переговорів. І що для них там останеться. Екатерина Лысенко, Валентин Белич, подробності, телеканал «Интер». Использують не для презентации, а для заседаний. В Кабміне, говорят, окончательну цену на российский газ установит стокгольмский арбитраж. Нынешніе соглашення с Россией, если його подпишут, буде действительно в течение полугода. В то время, как российская делегация покинула переговори в Брюсселе, мол, говорить больше не о чем, премьер в Києві уверял, что подписание газовых соглашений возможно. А Украина согласна покупать газ по предоплате, но настаивает, чтобы цена формировалась с учетом стоимости нефти. Так, чтобы в конце этого года она составила 378 долларов за тысячу кубов, а в начале следующего — 365. Также в случае подписания документов Украина готова расплатиться за уже поставленный газ. На это пойдут деньги МВФ и Евросоюза — более 3 миллиардов долларов. В эти минуты газовые переговоры в Бельгии должны снова возобновиться. И теперь о происходящем на Донбассе. Несколько моих коллег находятся сейчас в разных точках Востока. В Луганской области работает Руслан Смещук. Он с нами на связи. Руслан, что у тебя, что в Луганской области сегодня? Ну вот, увы, можем констатировать эскалацию конфликта в Луганской области. Сегодня весь день боевики обстреливали позиции украинских силовиков в районе поселков Горская, Золотой и Ташковка. И вот как ранее 32-й блокпост, уже не существующий, сегодня под плотный огонь боевиков попали 31-й, 29-й и 25-й блокпосты. Причем ЛНРовцы активно используют тяжелое вооружение, грады и крупнокалиберные минометы. Но если же говорить о ситуации в целом, то за последние несколько суток боевики ЛНР в разы увеличили количество и плотность обстрела. Если так можно сказать, вот сейчас фронтовая зона практически беспрерывно грохочет взрывами. Но вот, увы, не обошлось и без потерь среди мирных жителей. Как минимум одна женщина погибла во время бомбежек. Еще несколько человек получили достаточно тяжелые травмы и были госпитализированы. И вот ситуация усугубляется тем, что медики не могут нормально работать в зоне боевых действий. Безопасного проезда в некоторые населенные пункты просто не существует. На Ватошковке, это уже наша территория, значит, 1-200-й женщина в годах и 300-й раненого из Зина-Лесичанск. Стреляют по жилому массиву. Вот в поселке Ташковка ракеты Града попали в школу. Здание уничтожено, проводить занятия там невозможно. Вот на момент удара в школе не было ни детей, ни учителей. Поэтому, слава богу, обошлось без жертв. Ну, а местные жители говорят, что ракеты, уничтожившие школу, били по направлению с территории, которая находится под полным контролем так называемой ЛНР. С той стороны, с той стороны, отсюда не стреляют со стороны Лесичальска. Вот где-то с Кировского перекрестка. Ну, я шел по улице там, по шоссейке. Вижу, свистят эти снаряды. Потом дым пошел. Там идет один, спросил, говорит, у школы упала на стадионе. А потом уже после пришли, уже вот это разрушение. Разрушение детей и учителя успели уйти, короче. Ну, вот как вы видите, ситуация в Луганской области становится все более напряженной. Возможно, боевики готовятся к проведению наступательных операций. Ну, и что самое печальное, в результате боевых действий все больше гибнет и получает урон мирное население. Страдает мирное население. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук из Луганской области. Донецкий аэропорт. Боевики продолжают его атаковать. С нами на связи Вениамин Трубачев. Веня, что сейчас в аэропорту и как обстановка в самом городе и пригороде? Да, ну, начну с главного. Сегодня днем боевики снова действительно атаковали Донецкий аэропорт. Я в это время находился вот неподалеку от зоны боевых действий. И могу сказать, что через каждое буквально несколько минут были слышны взрывы и выстрелы. Напряженная ситуация оставалась до самого вечера, то есть до наступления темноты. Военные говорят, что и накануне террористы пытались атаковать здание аэропорта, но украинская артиллерия подавила эти попытки. Сначала пошла артподготовка на аэропорт, как обычно. То есть это было самоходные артиллерийские установки, это был БМ-21 «Град». После этого начались танковые обстрелы, после этого по ним отработала наша артиллерия. И, в принципе, на этом фактически бой закончился. Также боевики обстреливают и украинские позиции в пригороде Донецка. В частности, градами и минометами были атакованы блокпосты в районе села Первомайское. Там один военный, к сожалению, был ранен. Также серьезные разрушения есть и в самом населенном пункте. Многие дома там разбомблены. И одна из жительниц, с которой мне удалось пообщаться, рассказала, что вчера буквально чудом, как она говорит, осталась жива. Потому что снаряд террористов попал прямо в сарай, который находится во дворе ее дома. Там была бензопила, бензокоса, вся отварь сельскохозяйственная. Повылетали все стекла в доме. Донечка говорила, мама, у нас такой дом, что никто не попадет даже. Она попала в сарай. У военных, которые находятся вблизи аэропорта, прошла частичная ротация. Бойцы сейчас окапываются и, по сути, готовят блиндажи к зиме. В основном им помогают в этом волонтеры. Они привозят теплые вещи, буржуйки. А командование, как шутят сами военные, выдало только штаны до автоматы. Разом и до кинься, что какое настроение. Пришел я сюда, чтобы защищать, защищать свою землю, свою родину. И нужно стоять до конца. В самом Донецке сегодня тоже было неспокойно. Боевики стреляли и по жилым кварталам в самом городе. Особенно часто раздавались звуки залпов и взрывов в Кировском и Киевском районах. И в результате этих военных действий погиб один мирный житель. И еще трое получили ранения разной степени тяжести. Все чаще вспыхивают конфликты и между разными бандами террористов. По данным СНБО, боевики с организацией «Оплот» враждуют с бойцами подразделений «Кальмиус», «Восток» и «Русской православной армией». И зачастую даже доходит и до перестрелок между разными группировками. Из-за этого, по данным украинской разведки, в Донецк прибыло специальное подразделение ФСБ России, чтобы усмирить этих боевиков и частично даже ликвидировать. Вот такие последние новости. Наталья. Спасибо. Спасибо, Вениамин Трубачев из Донецкой области. И сейчас с нами на связи моя коллега Людмила Горбач. Она с нами уже в эфире. Люда, ты в Мариуполе. Что в городе и что рядом с городом? Были ли сегодня атаки? Наташа, сегодня мы побывали на передовой. Это позиции украинских военных в северном направлении от Мариуполя. Эти блиндажи от противника отделяет только река. Военные говорят, боевики пару дней назад отступили куда-то, но сегодня снова на позиции. Они вывели свою технику бронированную и вывезли личный состав. В этой ночи они частично вернули свой личный состав и зашла техническая техника. Техника зашла колесная. Обстрелы здесь нередко. Издалеке от блокпоста слышны разрывы снарядов. Чуть позже было несколько выстрелов и в эту сторону, но обошлось. Сегодня на этом посту потерь нет. Мариупольцы могут быть спокойны. Там, где стоит 9-й батальон, враг не пройдет. И в целом, где стоит Украинская область, никто не собирается сдавать Мариуполь, потому что мы здесь. Но есть потери недалеко от Волновахи. Возле села Петровское сегодня украинские военные вычислили диверсантов. Был бой. Часть диверсантов была уничтожена на месте. Решта отступила. Под час этого боя загинуло трое наших военнослужащих. Один отримал поранение. Мы побывали и в обстрелянной накануне Толоковке. Тут погибло два украинских военных. Еще один был ранен. Сегодня сюда можно проехать. Мы собственными глазами видели осколки града. Ими из Решетино. Все вокруг. Некоторые торчат просто посреди дороги. Есть здесь и неразорвавшиеся снаряды. Их еще даже не успели убрать. До ближайшего жилого дома всего пару десятков метров. Автомобиль длился примерно час-полтора. Время как будто бы не очень засекалось. Ну, очень был плотный налет. Основные, что повреждения потери, это человеческие, конечно. Техника это дело наживное. Это у меня вся информация на эту минуту, Наташа. Спасибо. Людмила Горбач отслеживает ситуацию в Мариуполе для нас. Террористы принуждают людей прийти на псевдовыборы. Стягивают дополнительную военную технику. Мы сегодня, как и каждый день, звоним в оккупированные города. И вот, что нам рассказали. Послушайте Донецк и Луганск. Очень серьезное перемещение военных людей, военнослужащих, судя по всему, российской армии, ополченцы. Люди видели в городе и машины с личным составом, и машины, судя по всему, с боеприпасами, и грады, танки, какие-то легкие бронированные машины, типа БРДМ. Судя по всему, в ближайшие дни нас ожидают какие-то тут такие серьезные боевые действия. Вот это затишье, которое было почти неделю, это, видимо, все-таки было затишье перед бурей. По городу развешены бигборды, в транспорте развешены бигборды, политическая реклама за каких-то кандидатов на будущих выборах от 2 ноября. В принципе, можно все купить с продуктов питания, только проблема с деньгами, то, что нет денег, поэтому все экономят. По выборам, ну, всем все должны идти на выборы, потому что на выборах будут выдавать какие-то социальные карты. Благодаря этой карте можно получать зарплату или бесплатное обслуживание будет в больницах. Принудительно заставляют людей идти туда. Получается, кто не пойдет, у того не будет этой карты, и тот не сможет вызвать скорую помощь. Я думаю, большинство пойдет, чтобы там, не знаю, списки какие-то будут, кто приходил, кто голосовал. Кто стоит за так называемыми выборами на Донбассе и как Москва планирует манипулировать теми, кто в результате этого спектакля придет к власти в террористических образованиях, Данил Русаков. Обо всем этом из российской столицы. Так называемые выборы в вооруженных формированиях террористов ДНР и ЛНР невозможны как таковые. Такое мнение в ООН. Москве недвусмысленно дали понять, молчаливая поддержка решения боевиков в корне противоречит Минским соглашениям. Но в Кремле, похоже, на это не обращают никакого внимания своих наблюдателей на псевдовыборы. Собираются направить ЛДПР и справедливая Россия. Одиозный политик Жириновский, за которым, по мнению некоторых интернет-пользователей, психиатрическая больница давно плачет, сообщил, о семи делегированных партийцах. Либерал-демократ, ратующий за смертную казнь, также добавил, что обязательно признает итоги голосования. Официальных заявлений издания в районе Красной площади пока не поступало. Оно и понятно, там редко, когда лично высказывают свои мысли. Заявления доносят обычно через специально обученных людей. Однако, как говорят политологи, для властных группировок эти выборы интереса особо не представляют. У них единственный стратег и вдохновитель. Только Владимир Путин считает, видимо, необходимо признать результаты этих выборов, потому что это его очередной шаг в игре с Западом, пространством которой является Украина. Евросоюз, как мы знаем, уже заявил, что признание России результатов выборов ДНР и ЛНР повлечет с собой новые санкции. А сама угроза санкций является фактором паники для российских элит в целом, которые все больше отдаляются от Владимира Путина. Несколько другой точки зрения придерживаются те, кто традиционно разделяет властную группировку на либералов и силовиков. Якобы последние жаждут реванша за поражение в холодной войне. И псевдовыборы в некоторых оккупированных районах Донецкой и Луганской области для них своеобразный шанс. Вслед за формальной легитимизацией террористических режимов, объемы вооружения, что следует через границу, возрастут. Кстати, зачищают пространство и в самой России. Слухи о грядущей отставке министра МВД Колокольцева для некоторых стали таким подтверждением. Якобы самый вероятный кандидат на это место – человек по фамилии Золотов. Он почти 13 лет подряд возглавлял службу охраны президента. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Громкий скандал между кремлевскими дипломатами и американскими журналистами. Что те нарыли у тех, кто рылся в квартирах американцев в Москве? И о реакции Керри и Лаврова подробнее об этом Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне. Вношения между Америкой и Россией уже, конечно, давно напряженные. Но расследование, которое провел американский телеканал, похоже, полностью и окончательно похоронят идею перезагрузки двух стран. В эксклюзивном материале приводятся многочисленные факты. Запугивание сотрудников американского посольства в Москве. То шины проколют, то почту взломают. Бывали и случаи проникновения в квартиры дипломатов в Москве. Ничего не крали, но как бы так давали понять. Мы здесь были. В частности, об этом журналистам рассказал и пресс-старшее посольство Уильям Стивенс. Много инцидентов было связано и с бывшим послом Америки в России Майклом Макфолом. Но тот подробности раскрывать не стал. Журналисты, надо сказать, просили и комментарии у российского МИДа. Однако дипломаты отказали. Материал вышел в свет, наделал много шума, но на этом история не закончилась. Сотрудники российского посольства в Вашингтоне, видимо, достали с полок запылившиеся учебники в советской дипломатии и написали довольно гневное письмо, где обвинили телеканал ABC в действиях, цитирую, по науськиванию Госдепа. А сам репортаж заклемили халтурой и вбросом. Это тоже цитата. Почему-то российский МИД решил отреагировать на этот материал уже постфактум, а не дать свою оценку событиям в самом репортаже, хотя возможность была. Представители российской дипмиссии даже решили название телеканала взять в кавычки. Ну, такая издевка или ирония. Поведали российские дипломаты и о том, что, оказывается, в Америке-то их тоже преследуют, навязывают разные беседы, ну и вообще портят жизнь. Судя по всему, череда взаимных обвинений на этом не закончится. Однако главы внешнеполитических ведомств пока остаются в стороне от этого конфликта. И министр Лавров, и госсекретарь Керри, видимо, выжидают, когда можно будет, если нужно, вступить в этот конфликт. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Что нужно для того, чтобы придумать фейковых экспертов и профессоров? Кто и зачем их придумывает? О фантомах в Германии подробнее Татьяна Лагунова. Она в Берлине. Если экспертов, которые дают нужные и правильные комментарии, нет, их всегда можно придумать. Так делают российские медийщики. Мои коллеги из журнала «Шпигель» проанализировали высказывания якобы известных немецких экспертов в российских газетах и информагентствах. И выяснили, они либо фантомы, либо не те, за кого их выдают. Вот, к примеру, немецкий профессор Лоренс Хак. Он охотно раздает интервью и рассказывает, что в Германии хорошо понимают позицию России, которая аннексировала Крым. В газетах есть и фото, и контакты ученого. Такой человек действительно существует. Одна неувязочка о таком профессоре в Германии никто не слышал. И на запросы журналистов он отвечает только по почте и на ломаном немецком. Или, например, известный авторитетный журналист Кен Йепсен. Он сообщает читателям, немецкое телевидение занимается антироссийской пропагандой. В действительности Кен Йепсен не совсем звезда. Когда-то он работал на радио, откуда был уволен за антисемитские высказывания. Но кто же об этом вспомнит? Или политолог Керт Майер. Он пишет статьи о том, что немецкое правительство может доказать, Боинг малазийских авиалиний сбили украинцы. Стоит ли говорить, что у немцев таких данных нет? Как, впрочем, не нашлось и такого политолога. И это Шпигель проверил только немецких экспертов. Интересно, что будет, если такой же анализ проведут и журналисты из других стран. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Очень вероятно, вскоре и британцам придется у себя искать своих экспертов, охотно комментирующих все, что нужно Кремлю. Россияне в Британии живут, учатся, тратят огромные суммы. А вместе с ними теперь туда пробралась и Russia Today. Чем она займется в Британии? В чьи мозги полезет на этот раз? Подробнее Светлана Чернецкая из Лондона. Телеканал Russia Today, рупор кремлевской пропаганды, теперь активно обрабатывает британцев. RT и до сегодняшнего дня был в эфире. Он входит во все базовые пакеты здешних провайдеров с покрытием более 90% домов. С его традиционным набором новостей об американском следе на Киевском Майдане, о карателях из украинской армии, сбивших малазийские Боинг и прочих, как называют на самом канале, альтернативных взглядах на события в мире. Но вот прямо в эти минуты впервые новости делает специально для британцев. То есть промывание мозгов становится более целенаправленным. Теперь англичанам расскажут, как стоит относиться к собственному премьеру, законам, принятым парламентом и наверняка бумеранге санкций, наложенных Соединенным Королевством на Россию. Пока вещание RT-UK не круглосуточное, всего 5 часов в день, 6 вечера, но будет постепенно увеличиваться. Лондон стал третьей столицей мира, удостоившейся чести целевого вещания и отдельной студии Russia Today вслед за Москвой и Вашингтоном. Кстати, в прошлом месяце правительство России увеличило финансирование телеканала на 5 миллиардов рублей до 15,5 миллиардов. В самой Великобритании запуск RT-UK незамеченным не остался. Здесь сравнили две новости с сайта Russia Today о вчерашнем взрыве ракеты «Антарес» на американском космодроме и оценили стандарты работы журналистов канала «Объективность и точность». Когда ракета стартовала с американского космодрома удачно, она была российской, а как только взорвалась, через несколько секунд стала украинской. На самом деле двигатели были изготовлены в 70-х в Советском Союзе, а Днепропетровское конструкторское бюро «Южное» и сейчас на сайте разработчика ракеты компания «Орбитал» значится партнером миссии. То есть Russia Today откровенно солгала, превознося Россию и виня Украину. Так что базовые принципы работы канала британцы увидели на очень ярком примере. И наверняка таких примеров будет еще немало. Чем ответят британцы? Еще интереснее, чем ответит Украина тут, в Британии. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Кому? Кому нужны пересчеты голосов? Кто может сесть за посадку евромайдановцев? И чья гибель может разрушить коалицию? Это не все. Смотрите нас. Фантазии Эрдогана. Зачем турецкому президенту тысяча и одна комната? Яблочный камин-аут. Нетрадиционная гордость гендиректора «Эппл». Три года за Миньхун. Тяжелые будни китайских гробокопателей. В ЦИК обработали уже почти 100% голосов. Осталось всего лишь 0,3%. Лидерство в парламентской гонке у Народного фронта по данным на 19 часов у партии премьера 22,2%. У блока Петра Порошенко 21,8% голосов. Как мы видим, разница всего 0,3%. Самопомощь набирает 11%. У оппозиционного блока 9,4%. Радикальная партия 7,5%. И замыкает шестерку тех, кто проходит в Раду. Всеукраинское объединение Батькивщина 5,7%. Напомню, по партийным спискам в Раду пройдут 225 депутатов. Мы продолжаем считать, как победители разделят между собой парламентские кресла. И вот что получается. Народному фронту достанется 65 депутатских мандатов. На один меньше 64 будет у блока Петра Порошенко. Самопомощь сможет провести в Новую Раду 32 депутата. У оппозиции будет 27 штыков. Радикальная партия получит 21 кресло, а Батькивщина 16. Эти данные, я напомню, приблизительные. И я думаю, что более точные данные мы узнаем у Валентины Левицкой, которая находится сейчас в ЦИК, и она с нами на связи. Валь, как продвигается подсчет голосов? Когда момент истины настанет уже? Наталья, сегодня уже почти 70 окружных комиссий привезли протоколы с мокрыми печатями в Центр избирком. Большинство из них документы уже сдали. Однако не у всех этот формальный, казалось бы, процесс проходил гладко. Трем окружным комиссиям ЦИК вернул эти протоколы на уточнение. Но там были чисто технические ошибки. А вот когда принимали документы у окружной комиссии 30 округа, это, я напомню, Днепропетровская область, город Днепродзержинск, то, можно сказать, разразился целый скандал. Даже при поверхностном рассмотрении документов ЦИК обнаружила там многочисленные нарушения и манипуляции с голосами. Да такие, что заявили, что видится им там почти на лицо состав преступления. И, скорее всего, ЦИК будет добиваться пересчета голосов на этом округе. Я предлагаю послушать комментарий замглавы Центризбиркома. Это Донецкая область. Я напомню, что там была зафиксирована аномально высокая явка избирателей на одном из участков до 90%. У них протокол приняли вчера. И когда Центризбирком начал разбираться с этим протоколом, то там также выявили очень много нарушений и несоответствий. А вот в городке Малин, Житомирской области, с протоколом, в котором кого-то не устраивали результаты голосования, решили расправиться физически. То есть его просто сжечь. Подробности я предлагаю послушать от главы Центризбиркома. Результаты выборов также не устроили и партию Свобода, которая сегодня днем приходила пикетировать Центризбирком. Они требовали пересчета голосов. Активистам удалось встретиться с руководством Центральной избирательной комиссии. Им пообещали очень внимательно разобраться, сверить все протоколы и все данные. И вот я предлагаю послушать, до чего же договорились стороны. Свобода на моей дельнице заняла приблизно майже 9%. По загальному підсумку вона навіть 5% не набирає. Значить, в мене складывается такое впечатление, что десь что-то неправильно подраховало. Можливо, специально. Мова йшла только про Донецкую область. И они просили, чтобы мы ретельно переверили протоколы дельничных выборчих комиссий и их якість. В частности, округ 53. Про другие округи и конкретные случаи мова не йшла. Мы обговорили вопросы тех порушений, которые были. Домовились засередиться на обработке тех материалов, которые есть в распоряжении Велосвобода. А до завершения электронного подсчета голосов осталось меньше 0,04%. Однако в Центр избиркома подозревают, что проблемы не в том, что медленно работает техническая система, а в том, что в некоторых округах члены избирательных комиссий попросту саботируют процесс внесения данных. Наталья. Спасибо, Валя. Валентина Левицкая из Центра избиркома, где завершается подсчет голосов. Страсти кипели сегодня и в 138 округе в Донецкой области. В то время, как и гружная комиссия подводила итоги голосования, ее работу пытались заблокировать через суд. Кто, как и чем все закончилось, узнаем у Андрея Анастасова. Он с нами на связи. Андрей, расскажи, что произошло. Добрый вечер. Я уточню. Речь идет об Одесской области. На 138 округе, наконец, обработали 100% голосов. Больше всего их у Ивана Фурсина. Более трети. А кружком уже стал готовить итоговый протокол голосования. Но тут в этот процесс попытались остановить проигрывающие кандидаты. Игорь Учитель и Елена Золотарева. Они в судебном порядке подали ходатайство. Но не вышло. Суд ходатайства отклонил, а протокол с округа уже отправлен в Центр-Избирком. Напомню, Игорь Учитель и Елена Золотарева в судебном порядке пытаются оспорить результаты голосования. Мол, в день выборов было масса нарушений. А европейские наблюдатели этого не видели. Так или иначе, рассмотрение исков продолжается. Поддержать окружную избирательную комиссию в суд пришло много молодежи. Я был спостерегачем и видел, что никаких порушений я не видел. И я мав связок с другими спостерегачами. Очень много знакомых и других людей, которые были спостерегачами. И они не выявили никаких порушений. Поэтому я тут. Потому что я знаю, что этого не было. Напомню, побеждающий на выборах Иван Фурсин самовыдвиженец, а проигрывающий Игорь Учитель кандидат от власти. Мы следим за развитием событий. Студия. Спасибо, Андрей. Андрей Анастасов о ситуации в Одессе после выборной. Судебные тяжбы продолжаются и в Запорожье. Речь идет о нескольких округах в Донецкой области. Кто с кем судится, знает Светлана Нефедова. Это здание делят между собой админсуд и школа. Сегодня здесь несколько сотен работников металлургических предприятий. Свою акцию люди называют не митингом, а собранием трудового коллектива. Мы с вами здесь для того, чтобы поддерживать тех людей, которые нас будут представлять в Верховной Раде. Место собрания выбрано не случайно. Здесь рассматривают сразу несколько исков оппозиционного блока. Требования признать недействительными результаты выборов в Верховную Раду, которые прошли в Донецкой области. Речь идет о скандальных округах в 50-м, 59-м и 60-м. Накануне голосования именно о них говорили по телефону люди, чьи голоса были похожи на Коломойского и Жванию. Якобы договаривались о подтасовке результатов и победе людей, нужных Днепропетровскому губернатору. Представители оппозиционного блока уверены, так все и произошло. При подсчете голосов в окружкомах победу одержали кандидаты от оппозиции, но на сервере ЦИК другие фамилии. Там же, где оппозиционеры победили, на членов комиссии оказывают давление люди Коломойского, незаконно требуя пересчета голосов. То бишь есть люди, которые не хотят признавать в окружной комиссии факт победы, например, на 60-м округе Александра Рыженкова, на 50-м округе Леонида Бойсарова и на 59-м округе Сергея Сашко. И скажите, почему какой-то человек от народа, от коллектива, от производственников, который хочет прийти во власть, его не пускают? Его не пускают вот эти олигархи, вот эти старые воры-бандиты. Когда материал готовился к эфиру, стало известно. Иск оппозиционного блока о пересчете голосов в 60-м одномандатном округе суд отклонил. По данным ЦИК, победу там одержал человек Коломойского из блока Порошенко. На самом деле, согласно протоколам, в лидерах представитель оппозиционного блока. Слушания по остальным искам еще продолжаются. Светлана Нефедова, Юрий Красновский, телеканал Интер, Запорожье. Как проходит подсчет голосов на Востоке, где какие нарушения, комментариев избегают почти все, вот те, которые есть. Я только приехал из Европы, и там очень хорошо понимают, что это первые выборы президента Порошенко. И они должны быть честными. Поэтому те преступники, которые сегодня пытаются сфальсифицировать выборы, наносят огромный ущерб и государству, и лично имиджу и репутации президента. Например, Донецкая область, 50-й округ, выиграл герой Украины Байсаров. Он там два раза уже выбирался народным депутатом, причем с перевесом более 10 тысяч. Полностью сфальсифицирован протокол АВК. Сделаны двойные протоколы, фактически полностью фальсификация протоколов избирательных комиссий, дельничных, и введены неправильные данные в компьютер. Полная 100-процентная фальсификация. 60-й округ. Реально выиграл герой Украины Рыженков, который уже выбирался на этом округе, перевес не менее чем 7 тысяч, и выборы сфальсифицированы в пользу кандидата от блока Петра Порошенко. Просто катастрофа. Причем на руках протоколы с мокрыми печатями участковых комиссий, в которых конкретно видно, что выиграл Рыженков, и сфальсифицирован протокол окружной комиссии. Та же самая ситуация, 30-й округ в городе Днепропетровске. На 2 тысячи минимум выиграл Олег Захарольский. Полностью все сфальсифицированные и неправильные данные введены в систему. Европа очень внимательно следит за нашими выборами. И я тоже скоро поеду в Европу, и будет серьезное заседание на эту тему. И что там будет лежать на столе? Будут лежать на столе честные выборы в Украине, демократические? Или будет лежать фальсификация? Эти преступники и эти просто бандиты, они подставляют и Украину, и президента. Наблюдатели ОТВСЕ, ПАСЕ, Европарламента и парламентской ассамблеи НАТО отметили, что в целом выборы в Украине прошли прозрачно и законно, но по предварительным данным есть проблемы. Это факты подкупа избирателей и другие нарушения. Также в докладе они подчеркнули, президент и премьер нарушили запрет на агитацию, призывая в субботу, в День тишины, с экранов телевизоров избирать реформационный парламент. Зимой шил дела черкасским евромайдановцам, теперь сам в суде, на скамье. Милиционер, не бывший. Как все начиналось, видел Станислав Кухарчук. В холле Смелянского районного суда не протолкнуться. Все эти люди – бывшие майдановцы. Пришли посмотреть, как будут судить милиционера, фабриковавшего против них дела. На милиционера заявил активист Юрий Ботнер. В январе руководитель группы следователей Руслан Андреяш открыл против него производство, якобы за организацию массовых беспорядков и захват админзданий. Парню присудили два месяца домашнего ареста. Руслан Андреяш сегодня першим, кто сел на лаву обвинуваченных. И Сергей Тулуп, и Володимир Липантин, и Демьян, насколько я помню, ныне в Рошице. Руслан Андреяш и на скамье подсудимых и до сих пор работает следователем. Никто его не уволил и даже в урну не посадил. На заседание пришел с частным адвокатом, но, увидев камеру, тут же ретировался. Адвокату подсудимого перед камерой тоже некомфортно. Зимой он защищал в судах арестованных черкасских майдановцев. А вот теперь представляет интересы человека, который фабриковал против них дела. Я считаю, что в той ситуации разобрался, в этой ситуации тоже будет адекватное законное судовое решение. Гособвинитель считает, доказательственные милиционера достаточно, но не говорит, какие. Вы удалось избирать ситуацию? Ну, если прокуратура вызвала доказательства такими, то, соответственно, так. Сегодняшнее заседание было предварительным и длилось чуть меньше часа. Рассмотрение дела, по сути, судья назначил на 6 ноября. И, похоже, оно будет громким. Свидетелями по этому делу проходят люди с очень известными фамилиями. Одна из них — Алинык. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкасская область. Рогозин поспешил с мистралями. Накануне российский вице-премьер сообщил, что первый французский вертолётоносец передадут России уже 14 ноября. Но компания-поставщик заявляет, никакой передачи без согласия правительства Франции не будет. А согласие возможно только при нормализации ситуации на востоке Украины. В самой же Франции очередной гейд для Оланда, чья гибель может оказаться роковой для рейтинга французского президента и его правительства, подробнее София Гордиенко. Она в Париже. Экозащитники неделями жили на месте строительства будущей дамбы в нескольких сотнях километрах от Парижа. И никому, кроме полиции и застройщиков, до них не было дела. Но одна из очередных стычек переросла в баталию со смертельным исходом. Вначале полицейские не замечают угрозы. Вот они расслабленно стоят, без касок. Но буквально спустя несколько минут со стороны зелёных летят коктейли Молотова. Полиция отвечает шумовыми гранатами. Есть даже раненые. Стычки продолжаются по несколько часов. Утром станет известно, в лесу найдено тело молодого активиста. Он погиб от взрыва. Никаких элементов пластика или металла не было обнаружено, пока мы не можем подтвердить или опровергнуть то, что взрывчатый объект был брошен со стороны полиции. В национальной ассамблее премьер-министр Мануэль Вальс с опущенной головой. Ему устроили выволочку все народные избранники, кроме, конечно, своих социалистов. Смерть этого человека – провал и поражение государства. Все, на чем базируется ваша политика, это только деньги. За три года вы сумели сломать все, что хорошо работало во Франции. Мануэль Вальс пытается хоть как-то обороняться, переводя стрелки на министра внутренних дел. Я не принимаю всех этих обвинений в адрес Министерства внутренних дел и выражаю ему свою поддержку. Глава государства призывает не делать поспешных выводов. Я лично позвонил отцу Рэми, чтобы высказать свое сочувствие. Но следствие длится, и любые выводы можно будет сделать, когда выяснится правда. Но, похоже, французам не до разбирательств. Они уже выходят на улицу. И кто? Студенты, активисты, ак-организации, гашисты и электорат Аланда. Возможно, чтобы угодить избирателям и сохранить коалиционный брак с зелеными, социалистам придется принести в жертву своего министра внутренних дел Бернара Казнева, предварительно свалив на него всю вину. Но это тоже будет весьма хрупкое перемирие. До следующего скандала. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Толстые манекены, мертвые невесты, яблочный камин-аут и роскошный дворец Эрдогана. Обо всем этом и не только в нашем обзоре. Тысяча и одна комната для президента Турции. Раджеп Тейп Эрдоган торжественно представил свой новый дворец в Анкаре. Оппозиция возмущена. В монументальном здании действительно тысяча комнат, а его стоимость более 270 миллионов евро. Польша не выдала Поланский США. Вашингтон направил в Варшаве просьбу об аресте и депортации режиссера в рамках громкого дела о безнасиловании 1977 года. Поланский как раз прибыл в Польшу для участия в культурном мероприятии. Местные власти не увидели оснований для задержания скандального режиссера. Принцесса Несмеяна вышла на публику. О своих королевских обязанностях вспомнила принцесса Масака, супруга наследника императорского престола Нарухита. Она посетила церемонию в честь визита королевской четы из Нидерландов, впервые за 11 лет явившись на публике. 50-летняя Масака давно страдает от депрессии. Я горжусь тем, что я гей и считаю это величайшим подарком от Бога. Вот такой камин-аут от Тима Кука, главы корпорации Apple. Освоение традиционной ориентации он написал в прессе. Этим хотел поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, которые страдают от дискриминации. Цветным хиджабом по экстремизму британских мусульманок призывают носить накидки с орнаментов из маков. В исламском обществе Великобритании считают, что так можно отвлечь внимание от исламистов и показать, что простые приверженцы ислама помнят о мусульманах, погибших в Первую мировую. Совет да любовь брату Саркази и актрисе Олсен. В СМИ появились сведения о свадьбе Оливье Саркази, сводного брата, экс-президента Франции, и Мэри Кейт Олсен. Судачат не впервые, но подтверждения пока нет. 28-летняя Олсен и 45-летний Саркази живут в Нью-Йорке. Встречаются два года. За невесту с того света три года тюрьмы. Такое наказание грозит 11 гробокопателям из китайской провинции Шаньдун. Они доставали из могил женские тела и продавали их для обряда Минхунь. Это свадьба для умершего холостяка, когда в могиле закапывают рядом оба тела. Тестирование весом. В США создают толстые манекены для краш-тестов авто. Они будут имитировать водителей и пассажиров, страдающих ожирением. Один прототип уже готов. Весят 124 килограмма. У тучных людей риск погибнуть в аварии на 78% выше, чем у худощавых участников ДТП. Тысячи полицейских и солдат. Ожесточенные стычки с арабами. В Иерусалиме ситуация становится все более опасной и непредсказуемой. Очень чувствительный вопрос. Храмовая гора. Кого туда пускают? А кому вход запрещен? И почему? Сергей Услендер. Он находится в Иерусалиме. Ситуация в Иерусалиме уже не просто напряженная. Власть с трудом ее контролирует. Все началось из-за попыток евреев молиться на Храмовой горе. Там находится мечеть Алякса, одна из важнейших мусульманских святынь. Палестинцы обвинили Израиль в попытке аннексировать Храмовую гору, хотя доступ туда был запрещен именно евреям из-за опасений стычек с арабами. Накануне палестинец совершил покушение на авторитетного раввина Ягуду Глика, руководителя движения Верные Храмовой горы. Оно отстаивает право иудеев молиться в этом тоже священном для них месте. Глик в критическом состоянии находится в больнице. Он получил очень тяжелые ранения. Ситуация в городе предмет особого внимания правительства, которое по этому поводу сейчас собирается практически каждый день. Противостояние в Иерусалиме будет долгим. Эти беспорядки подогреваются исламскими радикалами и правительством палестинской автономии. Я обращаюсь ко всем жителям Иерусалима, и арабам, и евреям с просьбой не брать закон в свои руки. Из-за покушения на Ягуду Глика доступ на Храмовую гору был закрыт вообще для всех, в том числе и для мусульман. Группа радикально настроенных израильтян пыталась сегодня туда прорваться, но была заблокирована полицией. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас сравнил закрытие горы с объявлением войны. Дело всерьез запахло третьей интифадой, арабским восстанием. Второе, я напомню, продолжалось около пяти лет и унесло жизни примерно тысячи израильтян и более чем пяти тысяч палестинцев. Что касается террориста, который стрелял в раввина, им оказался житель восточного Иерусалима Муатас Хиджази, хорошо известный израильским службам безопасности. При задержании он оказал яростное сопротивление и был убит бойцами полицейского спецназа. После этого беспорядки в арабских кварталах возобновились с новой силой. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Ублаттера Крым оказался в составе России. Международная федерация футбола выпустила презентационный ролик к будущему чемпионату мира 2018 года. В нем карта России, к которым присоединен полуостров Крым. Из БУ и Федерация футбола Украины возмущены. Маркиан Лубкивский, советник главы службы безопасности, призвал подать иск. Ближе к вечеру ролик был удален с официального аккаунта FIFA в YouTube. Федерация извинилась перед украинской стороной, отметив, что разработкой ролика занимались представители России. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности UA в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи на Интере. Субтитры создавал DimaTorzok